Сегодня у нас бойцы батальона «Киевская Русь». Представьтесь, пожалуйста. Всполняющий обязанности командир батареи 25-го отдельного бутылка батальона, старший лейтенант Тайчук. Командир отделения против танковой батареи, отделение фавод, Черниль Виктор. Але на сьогоднішній день, якби всіх чин, нам не відомо, бо відбуваються зміни в штатному розпаді, і тому ми не знаємо, хто ми є і від кого чекати наказів, яких наказів. А місяць тому ми були на цих посадах, виконували. Це вступлення о тому, що у нас в штатному розпаді, як я, як кадровий офіцер, в штатному розпаді составляється, як мені звісно, один раз. А не за ці полгоди, які ми вже воюємо, воно у нас міняється раз в 8. Непонятно, де, хто і як, яку дозусть займається. Непонятно. Ну і розкажіть, будь ласка, Олег, історію, яка відбувалася з вами. Т.е. попали в таку ситуацію. Ну, почалося з 24 декабря 2014 року. Це було при виводі нас на місто дислокации, т.е. в Десну. Коли ми частина техніки оставилися тут, в 40-му батальйону, фактично більшу частина. Боєву техніку? Т. Да, всю боєву техніку оставилися. Ми уходили тільки з такими, з такою технікою, яка перевозка там. Ну, ви її оставили, також вони були оставилися? Ну, нам поступив приказ, її оставили. Вийшли на ротацию, прибыли 28-го, я второму шуму нам було, 28-го декабря в Десну. Было всем предложено написати рапорта на отпуск. Відпуску дали 15 днів всього відпуска. С дальнішей підготовкою, укомплектацією, технікою, вооруження для дальніших выполнений боєвих задач. То есть, мы должны были 1-го марта выдвигаться, ну, туди, куди нас направили. 21-го января, в срочном порядке, был собран батальйон в Десне, ну, можна сказати, 50% батальйона. Буквально в течіні двух суток, да? 26-го, 24-го числа. 24-го, 24-го. Января? Да. Января. 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 Уталя. Января. Уталя. Нам не говорили до последнего, куда мы должны были выехать. Вывезли на Чернигов, загрузили на платформу. И только на следующий день мы уже узнали, что у нас пункт разгрузки – изюм. И выдвигаемся мы на Артемовск. Но почему-то в Артемовск мы не попали, а попали в Луганское поселок городского типа. Где нам предоставили школу для размещения. 27 числа. Да, 27 числа это было уже. Еще мы, конечно, по прибытию к школе мы возмутились, почему батальон в количестве то ли 315, то ли 303 человек вместо 700 с чем-то. Поместили в одно помещение школы. Даже в арт-обстреле можно было лишиться батальона сразу. Сколько там, сутки, наверное, пробовали, да? Да, сутки. Да. А, пока... 28-го. Мы уже к вечеру подъехали, пока разместились, пока это уже люди уставшие отдыхать устроились. Вроде в этот день тихо было, да? Да. На следующее утро командир батальона капитан Янченко, позывной высота... Янченко? Янченко, да. Позывной у него высота. Янченко собрал командиров подразделений, кому какую задачу поставил. Нашему командиру батареи была поставлена задача 3 расчета СПГ-9, выдвинуться в район Никишина. Расчет одного СПГ составляет 4 человека. У меня 3 расчета, должны были поехать всего 6 человек. То есть 50 процентов. 12 человек на 3 расчета, а 6 человек поехали. Повезло 3 человекам, которые не влезли в транспорт, который их должен был доставить туда. Туда доставили только 3 человек и 3 ствола. Без боекомплекта вообще. Да, еще в Чернигове при погрузке нам выдали суточный паек. Для дальнейшего, чтобы было понятно, что на сутки было продовольствие. Все, они убыли туда. А скажите, без боекомплекта, то есть... Без боеприпасов. Без боеприпасов? Без снаряда. То есть берите оружие без снаряда? Да. Ну, сказали, что подвезу. Но снаряды им так уже и не смогли подвезти, потому что Никишина на следующий день закопнулась в кольцо. То есть подвезти туда уже было... Даже еще тех 3 человек, которые должны были туда доехать, они уже не доехали туда. Их просто не было возможности уже доставить. Потому что уже было... А те, которые были, они там... Они остались в окружении с этими тремя стволами, только с одними автоматами. Вот. Что мы сразу же подошли к командиру батальона и говорили, пока не поздно, вытягивайте оттуда людей. На что был ответ услышан, что все под контролем, что все нормально. И тут же нам задачу ставят, и я не говорю о других, а именно по противотанковой батарее, выдвинуться в район Дебальцево коммуны. То бишь там договорились с местным фермером, который предоставляет для размещения как бы небольшого лагеря бункер. Утром выдвинулись в район Коммуны. Приехали к этому, да, это уже 28 число было. Приехали... Наши подразделения еще часть... Да не часть, а вся вторая рота. Их там 44 человека. Если так понятно, там в роте 120 человек, а тут всего 44. Ну там чуть-чуть кто-то раскидали. У нас противотанковая батарея по штатному расписанию 121 человек. А выехала с Диснея 63. Прибыли мы туда на коммуну, зашли в этот бункер. Правая сторона была занята второй ротой. Нам предложили левую. Начали подготовку к этому бункеру, ну, чтобы для жилья какого-то. Но поняли через полчаса, что жить там невозможно. Не говорят, что находиться даже. Оказалось, это хранилище. Хранились химикаты, яды, уксусная кислота. Там до сих пор эти бутыли стояли. Там бутылей 80. Да. Уксусная кислота. Пошли кашли. Вот. Мы с командиром батареи сели на машину. Доехали опять в Луганское. Объяснив ситуацию командиру батальона. Сказали, там на окраине стоит, ну, не заброшенный, а... Давно брошенный. Давно брошенный этот детский сад. Без окон, без ничего. Говорю, ну, хоть он там, разместить людей можно. Получили добро, выехали туда. Не успели мы, даже вещи не выгрузить, ничего не успели. Нам задача по рации была поставлена. Рация работала, связь была хорошая, все нормально было. Ничего тут сказать нельзя. Через полчаса быть возле креста, ну, это нам понятно, там крест, это... Перекресток. Да, перекресток. Это Ростовская трасса, Луганская и Донецкая. Вот, на это, не доезжая от этого перекрестка, получить боевую задачу. Но сразу же выдвигаться два расчета МТ-12, то есть рапиры, пушки, три расчета оставшиеся, которые у нас три расчета осталось, СПГ, и три расчета ФАГОТ. Выехали туда, где была разложена карта, пустая. Военные поймут, почему пустая, потому что должны какие-то позиции размещения войск на карте указаны. Пальцем была указана высота, ну, не высота, а точка, куда мы должны выдуматься. Точка эта называется Савелевка, железнодорожный переезд, 4 километра от Углегорска. Выехал туда, заняли, даже не занимали эту позицию, а просто только подъехали, вышли из машин, на что сразу нарвались на обстрел градами. Такое ощущение у нас сразу в тот же первый день сложилось, что нас туда специально выставили, чтобы тут же накрыть. Ну, не учли, наверное, то, что мы уже здесь 4 месяца воем, и люди это... Ну, естественно, среагировали хорошо, они по ходу этих обстрелов разместили вооружение по тем точкам, которые посчитали нужны для ведения боевых действий. Ну, правда, единственное, что у нас одна рапира стояла прямой наводкой, прям, на трассе. Вот. Люди справа решили фаготы установить, пошли смотреть позицию, только отошли туда, сразу прилетели мины. Короче, грады разрывались в 4 метрах. Один ему делся хорошо поезду, что он не осколочный, а бронебойным оказался, то есть он вырезался в землю, подорвал все оттуда, вырвал, но люди остались живы, и все нормально. Сказали... Человек у вас там было? Три расчета СПГ, это у нас было 6 человек, два расчета НТ, ну, рапир, 11 человек, и вас тоже... Тоже было где-то 8. 8. Вот это количество мы держали, мы приехали, и там вообще никого не было. Ну, да, около 20 человек нас там было. На этом посту вообще никого не было, кроме нас. Нам сказали, держите позицию до вечера. Все. С этого момента связь с перерывами начала работать. То есть еще могли связываться, могли... Это первый день, вот. Ну, где-то в районе обеда, да, уже... А, нет, после обеда уже начало смеркаться. Командир батальона с теми людьми, которые второй роты, на двух БМП поехали на Углегорск. То есть, Углегорск был уже, чтобы так было понятнее, 28-го числа Углегорск был под, ну, как сказать, сепаратистами, я не могу назвать их сепаратистами, российским войсками. То есть там где-то в двух местах закрепились части свитязя, да, и тридцатки вроде. Где-то в детском доме одни, одни на окраине. Там был, короче, поврежден был или подбит танк наш. Ну, задача была поехать туда, прикрыть, чтобы танк этот вытянуть. Зачем надо было в сумерках, без разведки, без ничего, ссуваться в город? Ссунулись в город, получили по зубам. Итог, один двухсотый сразу, второй тяжело раненый, семь трехсотых. И по непроверенной, ну, вроде как подтверждает эту информацию, два слетели в броню. Ну, или осколками, там, или чем, ну, можно сказать, без вести они. Вот, итог второй в больнице, не переходя сознания, тоже скончался. То есть получился итог вот этого посещения города. Четыре человека. Ну, два, это проверенные, два двухсотых, семь трехсотых, и два неизвестных. Их состояние. Вот, вечером к нам никто ничего не это. А нет, вечером прибыл комбат, и полковник, как он представился, начальник штаба сектора ЦЭЛ. Фамилию не скажу, потому что не знаю. Так он представился. И вот, что самое интересное стало, наше подразделение размещало куда надо. То есть, рапиру ставьте сюда, СПГ ставьте сюда, ФАГО ставьте сюда. А со стороны противника, с насмешкой, такое было ощущение, что так вот, не напрягаясь, они ложили так красиво. Ну, смотрите, вы ставите, а мы как хорошо кладем. Прямо перед позициями разрывы шли. Бабанки там летали такие, что это. То есть, вы считаете, что это... Я не считаю, я все-таки думаю, что это все-таки была сдача чего-то. Но там дальше мы подумали. Там у нас такие были мысли. Вот. Вечером никто нас не поменял, но к вечеру подтянулись там какая-то рота 30-й бригады. На технике они разместились тоже. Сначала полдня они простояли вдоль дороги, прыгая через каждые полчаса тоже по этим ямам, прячась от... Что самое интересное, полковник запретил стрелять. Сказал не стрелять, потому что вы, мол, якобы вы даете огневые позиции. Ну, как можно их выдавать, эти огневые позиции, если по нам лупят красиво, прям точно? Это же понятно, даже неопытному человеку, что если стреляют прям сюда, это понятно, что... Приказ не стрелять отдаются, и он не обсуждается. Вечером они разместились уже 30-е, вдоль полотна, там, ну, заняли позиции. Вот. Тут же стемнело, у них приехал экскаватор, им за ночь 30-е. Выкопали окопы, выкопали блиндажи, привезли бревна, накрыли эти блиндажи, привезли солонную застеленную внутри, даже вплоть до того, что привезли буржуйки и дрова уже порубленные. Про наше подразделение никто ничего не это. Спали, где кто мог. Почему так происходит? Не знаю, пытались выйти на связь, пытались связаться. А, мы у нас при этом отстреле первый же день, трехсотый тоже у нас был. Вот. Пытались вызвать наших медиков, но ремонт, приняли решение своими силами вывозить его. Получил он там тяжелую контузию, ну, то есть, не контузию даже, наверное, сотрясение, если бы не каска, то голову проломило бы. каска сзади была, как бумага. Вывезли его туда, вернулись обратно, ни продуктов нам, ничего не поставлялось. БК у нас было, если мне память не извиняет, на одну рапиру пять ящиков было, на вторую пять ящиков было, то есть, в ящике по два снаряда, это все, что мы имели. Единственное, когда не было комбата еще, он не появился, вот это начальник штаба, мы засекли обстрелы, откуда нас ведут. Уточнили дальность, мы лупанули туда, где-то полдня, наверное, ну, часа четыре мы отдыхали, не то ли стреляли. Да, они поменяли позиции, там, или что они там, не знаю, делали, вот, ну, по крайней мере, была тишина, хорошо, спокойно, вот. Потом все уехали, опять остались мы одни, вот ночь мы провели, дождь идет, все мокрые, не высушится, вообще нигде ничего, вот, так и спали все в касках, там, ну, как-то, естественно, не все сразу. Вот, корректировщики, такое ощущение складывалось, что везде. Обстрелы шли со всех сторон, такое ощущение, что в нас стреляли, и наши, и где кто стоит, понятия вообще не имели никаких, то есть действие руководства, я считаю, что вообще было на нулевом уровне, связи вообще не было. Связь потом пропала с ночи вообще. По телефону, по телефону тоже не было связи, вообще никакой связи. Кое-как связались, там уже через что-то просили подвезти нам боекомплект. У вас сколько ракет было? Ну, у нас как раз достаточно было, але в нічный час они не можно использовать. Ну да, фокус это такая вещь, которая только сумерки с сета, она неэффективна. Это ракета, которая по видимой цели, то есть видишь цели, и тогда, а также взять и рапиру, но рапира может подстрелять далеко, дальность, она может туда и также испугать, но тоже, что ночное, оно неэффективно. Я понимаю, что в какой-то момент вы решили уйти, да? Но это еще не дошло. Все-таки как-то добились нам подвезти снаряды, привезли нам еще 15 ящиков на СПГ, и вроде по 10 ящиков на рапиру. То есть нормально, можно было воевать, можно все было нормально. Пока они при перемещении одних из ящиков обнаружили, что это не наши снаряды. они к нам не подходят. То есть такой же снаряд, но он идет на БМП-1. А у нас СПГ там такой же калибр, но это не тот снаряд, которым мы можем стрелять. То есть эти 15 ящиков почти... Вот. Утром, уже на следующий день, смотрим, подтягивается национальная гвардия, и тут появился батальон в Донбасс. Но выясняем причину, оказывается, должно быть наступление на Углегорск. То есть освобождать его. Ну, подготовились они, опять же, я стою и думаю, что-то опять не то. Когда идет наступление, сначала разведка, подготовка, разведка, все нормально. тут они все толпой раз, ударили, пошли. Сколько это длилось, наверное, с час, да? Час это уже длилось, через час уже было тихо. Вот. Я не знаю, какие там данные дают про двух убитых, про трех убитых, но назад, сколько техники зашло, назад выехала одна машина командира батальона, Семена Семенченко и одна на трех колесах стреляла тех, кто-то не видел назад вышли. То есть все остались там. Это потом уже, когда зачищали, не зачищали, уже всю ночь бомбили этот Углегорск, не мы, а вот. Может, кто-то там где-то зацепился, за что. Всю ночь он горел, к утру уже было все ясно, что там уже никого нет. Потому что местные, когда начали бежать оттуда, они через нашу позицию проходили, говорили, что ходят чечены с триколорами, повязками, добивают просто ранены. Скорых туда не пускали, то есть скорые расстреливались по колесам, вот. Так и выезжали с пустыми этими. Это вот мы весь день наблюдали эту картину. Людей, которых могли, не живых, я имею в виду, двухсотых, возили зелами. Наших? Наших. Зелами. Зелами, ходки три делал. Да, кроме этого еще вот эти скорые зеленые, там скорая у них ездила такая, такая, мотались, они взад-вперед возили. Не знаю, ну, не мне судить, это, наверное, нашему правительству, нашему государству виднее, сколько здесь гибнет людей, и за что их гибнет. Так вот, тоже вот тогда тоже сложилось впечатление, что Донбасс тоже туда подставили. Нацики были, вышли нормально, не пострадавшие, ничего. Хорошая техника, хорошая, все у нас, машины, блин, ели, да и сокровали, все четко. Подраздел Донбасс взял пень на себе, цим самим, давшим можливість вийти в подразделу освятящей. И 30-я бригада. Они все на себе взяли увагу противника, а тем временем другие вышли без страх. Ну, зрозуміло, что они сделали свою справу, но было бы это лучше сделано, чтобы ситуация была зрозумевшая, что они проинформировали, что они, насправді, задачу выполняли, а не просто так, каким-то обманным шляхом их туда послали, они не знали, чем пішли, и потом же, не понимая, почему они попали в такую ситуацию, из которой остатки, 30-ти живых пришли. Это зависит от командования. Да, от командования. Ну, я еще хотел добавить, так как мы там добровольчий заген, и люди есть разные, в которых есть высшая освета, одна, две, какие-то керевники предприятий, которые все понимают, организаторы, но они просто рядовые. Это не простые, как я говорю, рядовые, которых интеллект и розум не позволяют быть командирами. Это люди, которые, возможно, больше понимают, чем командиры, которые у нас есть. И, смотря на эту ситуацию, начинаешь понимать и логично до чего-то подводить. Когда первую ротацию нас меняли, наши позиции, то почему-то приехали люди, которые меняли в два раза меньше. Уже наши позиции не закрили, мы отшли. Потом мы приехали менять их, но у нас было еще в два раза меньше, чем у тех, которые есть. И, понятно, мы не смогли поменять позиции, и даже их подсилить чем-то, потому что наша техника была еще в первую ротацию. Иншую технику мы не отримали. А та, яка у нас была, она была не ремонтирована, деякі тягали на мотоциклах, деякі руды были також наводилися по стволу куди стрелять. Мы зараз смотрим, что есть наведение супутниковое. Сам розрахунок находится в безопасном месте. И происхождение противника с точной наводкой по спутнику. это только мрение, что кто-то нас дадут и кому-то дадут. Но есть оснащение нацгвардии, внутренних войск, а те, кто на передовой воюет, технику, которая на складах лежала, або стреляет и не едет, або едет и не стреляет. И сегодня до 300 боевых одиниц, которые остались в Дебальцево при входе, там находятся эти вещи, то техника, которая в окружении нужно заправить, не было, что они не ехали, а есть такая, которая стоит мертвым грузом, ее просто купали, но она не справна была, она еще стреляла. есть там и самих танки, и ПМП, но чтобы это все витягивали, и когда наш враг зайшел, он такой арсенал им лишил, их использование. Не знаю, сколько она там пошкоджена была, тоже не понимая. Но эти ротации с каждым разом, вместо чтобы усиливать оборону, она послабливалась с каждым разом, закладалась такая думка, что это сдача позиций самого места Дебальцево, где домовленостей были ранее, они начали выполнять, но не хотели, так как сами добровольцы не приняли, и было бы некое 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 рече, против было бы, видно, пошли другим шляхом, просто послабить оборону, и потом сказать, что кто-то не витринял, кто-то здесь пішел, и мы вимушені были, не в змозе отримали, и от дойдут, но почему столько людей чтобы погибло, почему сразу не принять решение, не рассказать правду, и отвести, поставить нормальную подготовленную оборону, а не просто кидать людей без ничего, и нет така команды, и умирая, и нам даже объяснить людям нужно, что, что, что перед ними задача стоит, и нам, знаете, как говорили, все секретно, вам что знать не нужно, вы получили наказ, ну, ты дед, а вопрос вы не должны问, что, Ну, слава Богу, что мы все-таки более-менш в правовом русле, ну, если наказ, знаете, как нам сказали, ну, а если наказ злочинный, нам сказали, так, вы его можете не выполнять, вас посадят, и вы потом будете оскарживать, злочинный он или не злочинный, когда вас посадят. Ну, бог с ним, это на таком уровне. Але ми підійшли до того, порадилися з адвокатами, і все-таки підійшли до висновку, що ми не відмовляємося від виконання наказу. І всім розказую, що не потрібно від наказу відмовлятися, потрібно умови такі створювати, щоб його можна було виконати. І на цей наказ, якщо умов немає створених, писати, що ми хочемо виконати цей наказ, але дайте нам можливість цього виконати, а не просто заздалегідь плануєте злочинний наказ, аби знищити якийсь підрозділ. Тобто добровольців, вам зрозуміло, ви їх боїтеся, вони прилюднюють їхні злочини, вони хочуть і країну захищати ззовні, і зсередини, вони бояться, що вони повернуться, і те, що на Майдані відбувається. І тому ці люди їм не потрібні, це є свідки тих подій, починаючи з Майдану, навіть раніших подій. І вони зрозуміють, що ще на такому стані, збудженому, який вони там є, вони вже їм не вірять, не вірили, не вірять, і вже вірити не будуть. Тому що по наслідках, по цій роботі видно, що багато речей можна якихось сказати, але я особисто, так як воєнна об'язана, я не можу цього сказати. Сьогодні займається, ми написали рапорти в прокуратуру, Міністерство оборони, наший округ. Вони декілька днів назад вже прийшли повідомлення про те, що вони зайнялися слідством, тобто досліджують ці всі питання наші, і після завершення повідомлять, і вирішать, як далі з нами бути в такому розумінні. Ну і до сьогоднішнього дня також дзвонять знайомі, родичі тих, що там знаходяться, 25 батальйону, і кажуть, Порошенко заявив, що 25 батальйон вже вийшов звід. Один плюс один канал також показує якихось людей, які представляють, що 25 батальйону не є 25 батальйоном, є одиниці, які там були, але вони просто приїхали в госпіталь, по направленню там. А сам батальйон, ті решти, які там були, вони все-таки, ну у нас склалась така ситуація, що командир просто все-таки рішився, вже просто усіх, на це все дивлячись, ми зрозуміли, що щось відбувається не те. І для того, щоб зберегти підрозділ, він усіх зібрав. Я розкажу перед детьми, як це відбувалося. І тому, а інші, які там зараз лишилися, ці решти, ну немає, зрозуміло, люди бояться, бояться того тиску, тим більше, коли йде вже такі заяви, що за невиконання наказу та можуть розстріляти, вище стояще командовання, вплоть до того. І такі заяви нам по телефону говорили, що, ну взагалі, ми розуміємо, що емоції... Це не має значення, що це добровільці? Яка різниця? Ми добровільно прийшли в армію, ми стали вже воєнно обов'язковими. Чи добровільний, чи мобілізований, тут вже значення немає. Ти отримав зброю, ти вже стоїє на службі, ти маєш виконувати наказ. Але накази, вони мають бути, ну, ті накази зрозумілі, і ти хочеш бути корисним, а не, якщо я прийшов добровільно, я хочу захищати, бути корисним. Я хочу бачити свою роботу, ну, як просто стояти, що поставили тебе, і чекай, поки тебе вб'ють. Ну, це не наказ, це просто знищення нас. Ну, тому ми, от, як би, командир прийшов, більш детально розповість, я шкав, заступник командира, так як він постійно з ним знаходився, але навіть там, я особисто можу тільки аналізувати саму ситуацію в загальному, ну, і по нашим, там, деяким речам. Ну, а заступник командира може більш детально розповісти, тому що навіть при допиті Візюми він також знаходився з ним. Ну, багато що цікавого. Так що. Ну, ситуація, як це значить, визнашла. Там ми простояли не так, як нам було сначала сказано до вечера, а потім до утра, простояли почти 5 днів, ну, 4, можна точно сказати. 4 днів без продовольства, без нічого. Без связи, ну, без всіх указань, без всіх, без всяких каких-то приказів. Ні одного приказа нам не було. Один, тільки единственный приказ був. Якщо ми тут встали 20 какого? 28-го, відвинулися туда. Приказ нам привезли 20-го, а где-то к обеду. 30-го. Да, 30-го нам привезли приказ письменный, на що ми ще даже удивились, що ніколи цих приказів не було. Нам задачу ставили для устной формою, а тут письменний приказ. В цьому приказі, нічого тут секретного нету, було указано, що ми цього числа 30-го должны выдвинуться в район цього переезду. Але ми там вже 2 дні стоїть, і нам тільки привозять приказ, що ми повинні сюди встати. Тобто розчет такий, що нас за 2 дні вже там хто-то останеться чи не останеться, такий. Тоже удивились. Але единственный приказ, який був підписаний командиром батареї, що він з ним ознакомлюсь. Все, вони сели, уехали, і ми далі. Тут же привезли через некоторое время стационарну станцію. Стационарна станція – це такий ящик з микрофоном, к ньому ще дали 4 рації і 4 комплекта з запасних батарей. А її то не привезли? Ні. Я думаю, як об цьому не думали. Відносить з собою запас на 3 на 4 дні прийти на ОЗР. Машина, да. Да, тому що навчені були вже, кое-что там, консерви якісь, ну, то перебивались. Значить, привезли ту станцію. Сам привез почему-то начальник связи батальйона. Рассказал, як она работает. Я говорю, слушай, а она вообще с кем? Говорю, це у вас прямая связь со штабом сектора Ц. Удивились ще, ну, ніфига себе. Ну, как ми удивились, що наша противотанкова батарея є резервом штаба сектора Ц. Т.е. нас могут использовать не тільки в батальйоне, а из штаба сектора напрямую. Ну, хорошо, є связь, вже що-то це. Ну, в цей не було необхідності связися по неношому, попросимо їх привезти нам то-то, то-то, то-то. Через три часа вот эти рации, які мене 4 штуки привезли, начали пищать. Т.е. батарейки сели. Ну, ладно. Запасные ж є, в коробочках, все, коробочки распечатали, вставили опять за батарею. К утру мы остались без связи. То есть все эти сели. С нами рота вот этой 30-й бригады стояла. Весь день я наблюдал за їхним командиром роты. Ну, так, он бегал с этой рации, все запрашивал в ТАПАЗа, ТАПАЗ, ответь ястребу. У него весь день была тишина. Мы пытались выйти на ТАПАЗ, на Шторм тоже. Тишина. То есть зачем мне эта станция, если я даже не связаться ни с кем не могу. Короче, кинули эти рации, закинули эту станцию. И все равно продолжали быть без связи. На какой там уже день, да, уже накануне, вечером уже началась мелькация, принимаем решение о... А, до этого переубедили этого начальника штаба сектора С, переубедили, что фагот в ночное время является неэффективным вообще. А почему начали переубеждать, когда детский сад заняли там, до нас дошло, что у нас детский сад, там, сколько там людей осталось? Ну, половину, наверное, чуть меньше даже. Чуть меньше. Чуть меньше. Да, я, который нас туда сопроводил, я его спросил, говорю, скажите сектор наш обстрела, потому что слева знаю, 128-я стоит, там, справа кто-то еще стоит, там, еще кто-то стоит, чтобы по-своим не бить. На что было показано, вот ваш сектор. Ну, хорошо, наш сектор, ладно, будем там, решили сразу зеленки причесать, там, ну, чтобы не это... Вот. Танки заметили. Сначала радиоиздал. Да, закопанные танки. У них там комбат появился, попросили его в нашем секторе, который 5 закопанных танков, ну, окопанных. На что он секунд 10 смотрел в бинокль и заявил, что это наши танки. Как вы даете нам сектор обстрела, где наши танки? Ну, эти танки почему-то стреляют по нам. Ну, это предисловие там, потому что это творилось параллельно, то, что мы там в Савельевке были, а они здесь в лагере, в коммуне. Их там крыли тоже прямыми этими, там, здорово. Сначала туда местные не пускали. Стали живым щитом на дороге, не пропускали туда. Вот. Ну, и тут я не скрываю, две очереди было воздух. Вот. Там вроде разошлись, заняли этот сад. Фаготы отправили, мы потом два ГС отправили, все фаготы отправили опять в лагерь. На СП. Ой. Простите, местные не хотели, чтобы вы на этой территории? Да, они заявили, что... Чтобы вы вообще там были. Да, они заявили, что если вы здесь станете, нас будут обстреливать. На что мы им задали вопрос, а когда нас здесь нет, вас что, не обстреливают? Нет. Я говорю, ну вы меня извините, но вы посмотрите, там воронка, там воронка, там воронка. Я говорю, это что? Это вы нас обстреливаете. То есть, по коммуне я могу честно сказать, что коммуна была сепаристической, однозначно. Дебальцева, скажу на наш вывод, процентов 80 на тот момент, когда мы выходили на ротацию, поддерживали Украину. Да, а 20% тех, которые идут туда, где-то там воюют, с кем-то, за кого-то, не знаю. Я не знаю, что такое ДНР, что такое ЛНР. Они просили нас не покидать, и не только нас, потому что когда вернутся знову ж те, которые с этой стороны, они просто их выбьют. Там, как правило, если кто-то помогал нашим, ты живешь практически не лишали. Это было уже, по примеру, других фермеров, которые, кому удалось, где-то ховали, там по посадке, а по взагалі, там сімям и текали. Ну, там, мы встречалися с таким одним Константинівцем, який, один подраздел Альфа, из-под оточения. И потом, в результате, сам ховался, все село на нього ополчилось, и он мусил дружине сказать з детьми, чтобы они от него отмолились, что они, как бы, пророссийский, а он вот таки поганый, проукраинский, они его выгнали там, чтобы их хотя бы не трогали. Ну, куди он втечет? Это же сельское хозяйство, там, какое-то твариниство, и они там занимаются, они с этого живут. И вот таким чином, как-то, он и шел. Ну, а держава, за это ему ничего. Вроде бы, то, подставили, а захисту нема ніякого. Ну, мы там уже так, как вольный, как-то увольнительный, там, деякие також пробовали наладить отношения по Константинам, потому что там и беженцев было много, это недалеко. Еще там и так, також анализовали ситуацию по поддержке самого населення, поэтому там недуша, так, и великий відсоток населення нас поддерживало, но, я так понимаю, что не были такие сприятливые условия, чтобы они показывали відверто свою позицию. Но, когда будут сприятливыми, я думаю, что большая половина перейдет на другую сторону, смотрясь по результатам того, что произошло в Дебальцево, как мы их сдали и этих людей подставили, и понимали, куди этим людям. Ну, понятно, что сказали, там, все практически автобусы выехали в украинскую сторону, а куди они мали ехать? Они мали ехать после поддержки нас на сторону Росии, так им бы там ничего не светило, их бы там просто замордували и все. Поэтому тут так же можно логично провести эту лінію. Если бы они нас не поддерживали, или против нас там какие-то действия и акции, они бы тогда, да, с радостью туда поехали, их, возможно, там, как-то приняли уже за своих. А тут у них выборов не было, они мусили ехать только в Украину. И поэтому, я же говорю, что мне не понимала такая позиция командования, которая позволяет, не ведет работу с людьми, лишает их, ничего не делает для их защиты. И тем больше тех людей, которые на передови, так же всех, которые были в окружении, мне очень понравилось их слово, когда они говорят, что мы организовали отступ. Это очень понравилось. Как люди полями, пешки, болотом, грязно, через мін, кто как мог, так выбирался. Но они рассказывали, что это мы, и т.д. и т.п. И тогда, когда эта презентация Кошкина и книги, когда хлопцы гинули и выходили, а они там Турчиновы, Аваковы и вся эта літа там святкували, просто в середине все кипело. И я не знаю, как кто еще после этого будет поважать таких наших представников влади. У меня просто, я говорю, ну просто уже слів немає. Мы просто особисто мы чекаем результату по тому всему, но у многих желаний идти вот так бездумно уже немає. И я думаю, что каждый будет стараться как-то уже лишиться, если не будет никакого покращения. Краще идти партизанским шляхом, как-то диать, но ты будешь свободен в своем выборе, чем таким чином, когда ты будешь казаться, стой и чекай, пока тебя кто-то убьет. Да. Это не понимая позиция. Олег, мы чуть-чуть сократимся, потому что у нас сильно большое время. Ну вот я уже к концу подошел к тому моменту, как все уже произошло. К вечеру уже начало темнеть, мы принимаем решение позицию эту сменить на переезде, оттянуть расчеты на 300 метров назад, занять более выгодную позицию. Только мы это сделали, где-то через час приезжает командир батальона вдруг появился за столько времени и дает нам задачу. Свернуться и отойти назад к Дебальцеву. Одну рапиру поставить возле 53-й, а одну рапиру поставить на 128-й, остальных базовый лагерь. Приехали мы туда, одну рапиру ставили, он говорит, я там уже договорился, он ездит, договаривается. Вот как это может быть организация идти, военная? С кем договариваются? С 53-й договорился поставить наш расчет, рапиры, у них на позиции. Вот я опять не могу этого понять, согласования никакого с командованием нет, никакого ничего. Пока мы ее ставили, он говорит, я поеду 128-му, договорюсь, там рапиру поставить. Но пока мы ее установили, приехал, он привез человека, говорит, вас сопроводит, покажет, куда заехать, где поставить рапиру. Попрощался с нами так, как будто мы, ну, он никогда так не прощался, ни с кем. Сел в машину, с этого момента мы его вообще больше не видели. Мы расставили рапирую, заехали в лагерь, вот, узнаем, что в лагерь неоднократно подвергался там, то, что мы, говорит, забили окна, все вылетало опять, вот, и узнаем там еще такое, что, ну, видя по всему этому, что Углегорская здорово зачистили, ситуация уже была критическая на тот момент, мы посчитали, потому что, если вдруг не принять никаких мер, они, видно было, что они пойдут через Углегорск на Луганское, ну, кольцо образовывает. Вот, то есть они сюда не пойдут. Никишина там уже было все давно понятно, вот, приехав в лагерь, еще нам заявили, что к ним подходили местные, и сказали, если к утром... Местные начали уходить, да, ну, сначала еще не обращали внимания, сказали, все вас к утру здесь не будет, вот, утром вас накроют, те, кто останутся живы, мы сами лично добьем, вот. Ну, нас не это пугало, мы как-то к этому были равнодушны. И вот, заметили, люди заметили, которые на постах стояли, что близлежащие дома все потянули местные. Собрав офицерский состав, ну, вот, была обговорена ситуация, у нас командир батареи заканчивал общевойсковое командное училище, то есть он тактик, он знает эту тактику, вот, а не командир батальона, который военных училищ не заканчивался, не заканчивал какая-то кафедра, и он стал друг командиром батальона, хотя был зам командира роты там по работе с личным составом. А тут он, оказывается, он сотник, 42-й сотни, он командовать умеет, он организацию все делает, ну, тоже предисловие, хотя я сомневаюсь в этом, я понял, что тактик с него, а говорить уметь красиво можно, да. Ну, приняли на офицерском, как бы, сборе решение вывести остатки противотанковой батареи в безопасное место, чтобы уже, судя по раньше ситуации, которая там захлопнулась, там захлопнулась, чтобы не оказаться самим в этом, принимаем решение. Но принимаем решение как? Не то, что мы вот четвером собрались, приняли решение, они сказали, все, вы собрались это, собрались всю батарею и объяснили им ситуацию, туда-сюда, и вот поступает такое решение, мол, как вы на это все посмотрите. Ну, обсудили все, все приняли единогласно, кроме одного человека, приняли решение отойти. Один человек у нас просто как выяснилось, он уже на вторую ротацию поедал, он ищет смерти. Ну, у него там свои проблемы, видно, ищет смерти. Ну, ладно, такое дело, это его добровольческое это. Вот, но мы вышли не сразу, мы долго связывались со штабом АТО, мы долго связывались со штабом сектора, мы долго связывались с командованием батальона, ни с кем мы связаться не могли. Единственное, что у нас последнее было сделано, в два часа ночи, это уже первого числа, первого февраля, в два часа ночи было отправлено СМС к командиру батальона, в которой гласилось, в связи с глупой и бессмысленной гибелью людей принимаем решение вывести личный состав в безопасное место. И то мы после этой СМСки вышли во сколько, где-то в 4 утра, да? Да, последние две машины, шли по две машины, кто тащил машины, кто, ну, с потушенными фарами, с потушенными фарами, с интервалом 15 минут, начали выходить на трассу, которая трассу уже на тот момент обстреливалась. Ну, то есть, день-два было понятно, хотя, вот, по телевидению, по телевидению все это говорили, что это все, ну, да, вот, хотя потом через неделю уже признавали, что да. Ну, вот, вышли мы так, это, всю дорогу мы связывались, опять же, с теми же вышеперечисленными, которые я сказал, штаб АТО, штаб сектора, команды батальона, никакой связи не было. Единственное, что мы поняли, что при нашем выходе присутствовал командир батальона, который видел наши машины, что стояли на выход, он проехал от креста, завернул на коммуну, подъехал коммуник, сначала встал. Тот, который с вами попрощался. Да, встал там и стоял там. Наши две машины стояли на выход туда, с Дебальцева. Вот, это все уже было в районе Дебальцева, в самом городе. Я еще говорю Жене, Жене, это вот командир батареи, я говорю, посмотри, залпы пошли, куда летят, потому что боялись, впереди же машины наши пошли, чтобы трассу не это. Вот, они ушли чуть зад, левее, как раз то место, где мы на лагере. Буквально 7 минут. Откуда вы успели? Да. Вот, ну мы не знаем, попали, но ощущение, что пошли они все там, в разрывы. После разрывов машина командира батальона выехала и уехала в сторону креста. Еще удивились, ты же видишь машину, у тебя все эти фары, он с включенными фарами ездил. Хотя нам запрещено было включать все на тот момент. Он уехал, все. Мы выдвинулись, дошли мы в безопасное место, это посчиталось Славянск. На Славянске мы развернули технику в обратную сторону в обратную сторону. На Лебанце. Да, в обратную. И стояли в течение четырех часов, уже связывались не со штабом сектора Ц, а именно прямую со штабом АТО, где мы каждый раз слышали, ждите, с вами свяжется оперативный штаб АТО. То есть, по нам никто не решил никакого вопроса, никакой проблемы. Единственное, я упустил момент, откуда появилась команда выдвинуться на Изюм, там, где происходит разгрузка, погрузка техники, и ждать остальные части батальона. Что мы и сделали. Выдвинулись на Изюм, прошли мы до этого Изюма, до конечной, без всяких остановок, без всяких этих, как уже нам говорили, что вас там задерживали группа этих, спецов, которые нас там в захват проводили, ничего такого не было. Мы дошли туда, дождались, мы сделали все по-правильному, сдали все каждое оружие, сдали боеприпасы, выставили караул, и вот тут, когда все это произошло, появились сначала комендатура, ВСП, контрики, СБУ и военная прокуратура. Что вам предъявили? Ничего-то на тот момент не предъявили, принято было решение, нас четверых, Жень, у меня, еще одного зама и командира свода СПГ, отвезли в прокуратуру, в это время технику развернули туда-сюда, и почему-то было принято решение направить ее в Чугуев. Ну, понятно, база большая, там туда-сюда. Вот, в это время пока... Сопровождение ВСП. Да, сопровождение ВСП. Пока они двигались туда, мы в это время находились в прокуратуре, в разных кабинетах. Давали показания, давали пояснения, поэтому свидетельские было. То есть пояснение, почему вы ушли с места дислоком. Да, вот, этот момент мы все описали, рассказали, вот. Я вышел с прокуратуры последний, подошел к машине, говорю, где Женя? Ну, говорит, я, Руслан, говорит, я первый вышел, за мной Юра вышел, и Женя пришел в машину, тоже сел, вот, ну, все, говорит, давайте это, потом подошли опять эти, говорит, давайте, говорит, вы к нам в машину, поедем догонять колонну. Женя, это? Да, это Ткачук. Ткачук, я видел. Командир батареи, Ткачук. Ткачук, вы не были, всегда. Вот. Он якобы догонять колонну. Я говорю, хорошо, я там, которые еще не были, говорю, нам что делать? Он говорит, да, давайте на Чугуев, я сейчас туда еду, покажу, куда вам заехать, там все это. По прибытии в Чугуев, мы, у нас выясняется, что Ткачук уже арестован. То есть, его отсекли красиво от нас, его арестовали. Ему выдвинули сразу подозрение в умышленном невыполнении приказа. Тут вопрос сразу возникает, какого приказа? Вот. Все это возникло. Ладно, приняли мы технику, сдали оружие, нас погрузили на машины, и с первого на второго ночи, мы полвторой ночи, почему привезли в Харьков, я не знаю, именно в университет. Как потом на следующий день выяснилось, что комендант, не комендант, а военный прокурор Харьковского гарнизона, забыл фамилию, добрый, хороший дядя, договорился в университете, чтобы нас разместили. Прокурор, это там? Ну вот. Отношение к нам там, конечно, я скажу, отлично. Сколько человек у вас там? Ну, у нас вышло 50, потом Ткачука 49, сразу же на следующий день у меня пошли на госпиталь, один с осколком вышел, раненый, отправили сразу в госпиталь его, ну и пошли, вот сейчас до сих пор продолжается, у кого там то возникло, то, 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 ну, в итоге уже у нас 6 человек, да, в госпиталь 6, ну, такая вот ситуация. Сколько мы не пытались выяснить, то есть ему дали вот эти подозрения, задержали на 72 часа, вот, мы думали, что он там рядом с нами в прокуратуре, говорю, вы посмотрите на людей, они вышли все мокрые, грязные, потому что все эти почти 5 дней, которые мы находились там, вроде днем нормально, ночью идет дождь, то есть вечером, потом мороз, это все это, привезли нас с мокрыми, грязными, мы понимаем, что мы сейчас, нам в Чугуеве не дали возможность разобрать какие-то вещи, хоть взять, переодеться, вот, тупо загрузили машины, отвезли сюда, в Харьков, вот, понимая состояние Женина, мы ему хотим, хотели что-то сухое передать, вот, выясняется, что его в прокуратуре нету, они в цели безопасности думали, что мы его будем отбивать, перевезли сюда, на Руднева 6, вот, и то потом у них слух прошел, что мы хотим, что мы в МВА, Руднева 6, они его срочно перевезли в Краматорск, в Краматорск, в Артемовск, потому что в Краматорске тоже, даже, побоялись держать, что мы готовы и туда пойти, и все это очень делалось очень быстро, чтобы, за двое суток, да, ему уже на вторые сутки предъявили обвинение, в умышленном невыполнении приказа, и продлили срок задержания на 60 суток, ну, естественно, тут, туда-сюда, с ним были два адвоката, сначала один отказался, потом второй, начал на прокуратуру работать, вот, единственное, что мы от того прокурора узнали, что сумма залога для освобождения его известна, вот, ну, он сразу потребовал, я не помню, как его звали, даже уже не помню, потому что я его выкинул из головы, он заявил, что сумма залога такая-то, и он государственный адвокат, зарплата маленькая, попросил гонорара 15 тысяч, да не проблема, собрали эти деньги, говорю, заплатим, но когда нам сказали, что уже подключили стены, адвокаты, сказали, что он прокурорский, вот, то ему выставили недоверие и сняли, теперь этот адвокат ведет это дело, сумму залога мы можем в любой день. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день их день находится под стражей, я так понимаю? Да, в Артемовске. В Артемовске, и, то есть, расследование ведет военная прокуратура, или это гражданские суды? Нет, военная прокуратура, которая сейчас задерживает все, чтобы продлить это чем дольше, тем лучше. Вот, два суда, апелляцию подали, два суда прошло, все перекладывалось, потому что военная прокуратура, почему-то, не передает суд, дела. очень сложно это, как показания, там, это, их это быстро делается, а тут почему-то не могут, то их сначала в Краматорске обстреляли, они потекали там, теперь они, вот, надо собрать кучу, мозги собрать, чтобы уже работали. Вчера должно было, опять, слушание очередное, третье, вот, мы уже думаем, что это окончательно, уже выдвинулись, вчера на Артемовск, ну, прихватил с собой, естественно, сумму залога на всякий случай, чтобы, если не пройдет, на поруки депутаты не возьмут, как нам сказали, чтобы его освободить, мы вносим сразу сумму залога и забираем его, увозим его сюда. Дальше мы перекидываем туда домой, или как там, суд решившего. То есть, есть депутаты, которые готовы? Три человека, да. Можете назвать в имени? Ну, пока не буду их называть, кто это, да. Хорошо. Вот. Но не получилось, я так понимаю. Да, на полпути нас вернул адвокат же наш, попросил вернуться обратно. Он общался с Женей, Женя дал согласие по неделю пробыть заключение по просьбе адвоката, потому что теперь сейчас выясняется самое начало задержания Женинова о том, что кто дал обвинение, то есть первую предъявили подозрения, кто дал, потому что не было никакого незаконного то есть, все это было сделано. Не имели права не так поступить, что это, просто сделали. это выгодно. Это выгодно в первую очередь командиру батальона высота. Спознану высота. И мой очень выгодно, потому что сейчас мы информацию собираем со всех точек, у нас работает и в Киеве, везде, Днепропетровск, Запорожье, там много, вся информация сливается к нам тоже, что очень много нечистого в батальоне. Почему вышел в батальон 50%, почему этот, сейчас начинают копать, уже у нас начальник финчасти почему-то уже поменялся. Ну, уже по пятной пытались сделать. Командир батальона пытался с тет на тет переговорить с Женей, мы этого разговора не знаем, потому что никто не скажет, пока он не выйдет. О чем он его просил? Ну, подождение, есть, что он просил. Вот. Нам 3-го числа на наше подразделие было привезено, я как раз по интеру выступал, когда позвонил командир батальона, никогда не выходил на связь, тот вышел именно на меня на связь и сказал, к вам выезжает представитель батальона с позывным Гросс, да я даже не буду таить, фамилия у него Русинов, Дмитрий, отчество я не помню, житель Луганска, из Петербурга, Первомайская, да, Первомайская, тоже можно конкретно сказать, это сепарская душа конкретная. Вот. Для батальона ничего хорошего не сделал, ничего не это, лезет не в свое дело, я когда он 3-го числа приехал, а, на что командир батальона ответил, я говорю, вы приедете лично и разъясните личному составу нашу ситуацию, в которую вы нас загнали, на что он ответил, криками, там, матами, на что он ответил, вам, идиотом, а, дебилом, идиотом, я ничего не собираюсь объяснять, все, 3-го числа приехал гроз, я еле удержал людей, чтобы они его не убили, в прямом смысле, если бы дошло до того, его просто там забили бы, вот, было ВСП Харькова, были представители, он же приехал, привез с собой эту подмогу, предъявили мне приказ 3-го числа о назначении меня исполняющими обязанностями командира батареи, и тут же, как я уже ознакомился с тем приказом, что я исполняю обязанности, мне вручают приказ с грифом секретный, в конверте запечатанный, все как положено, вот, люди там были подготовлены о том, что я, если сейчас его отказываюсь выполнять, меня арестовывают, и я уезжаю, куда там меня отвозят, на что один подполковник там сказал, чтобы этого не произошло, он увидел ситуацию, все это, подсказал, правильно сделать, на что на этот приказ, я уединился, у нас появился сразу секретчик в батальоне, которого я никогда не видел, не слышал, тут вдруг секретчик появился, что такое секретчик? ну, секретная служба, которая, да, когда на конверте пишем 3, 0,3-0,2 2015 года, время там 22 с чем-то, я не помню уже время это, вскрытие, ставлю роспись свою, он ставит свою роспись, тоже, вскрываем этот конверт, приказ на трех листах, первые два листа я вам не скажу, естественно, третий лист я сразу довел до личного состава, это нам приказано выдвинуться в район Дебальцево, занять то, не зная, что, то есть не указано было место. то есть от вас как от свидетелей определенной ситуации надо быстренько оставиться? Мы посчитали, что это так. Выстреча Роскеда да, приказ этот секретный, как я еще раз подчеркиваю, что я кадровый все-таки офицер, я знаю, что приказ к грифам секретно, никогда без номерной не бывает. На нем было написано просто от руки приказ, число стояло 3, 0,2 2015 года и дальше пошел текст, текст, все эти вот. И вот третий лист гласил убыть в район Дебальцево, числа не было, какого числа убыть, сроки исполнения прочерки стояли, вот. На что я сразу написал встречный рапорт на имя командира, то есть я расписался, что ознакомлен, после этого я не выполняю приказ, меня арестовывают. я пишу рапорт на имя командира части, то есть на этого командира батальона, что в связи с невыполнением этого приказа, ну, нету возможности выполнить ваш приказ по причине и перечислил текст, пока меня не укомплектуют стопроцентным личным составом, техникой, надлежащей нам, там, запчасти, то-то-то-то-то-то вооружением омундирования, вот в чем нас волонтеры одели, то мы и ходим. В Диснея это еще в июне месяце, кто в июне, кто в июле получили дубки, которые даже уже, ну, людей их и нету давно, больше нас никто не одевал, ничем не это, вот одевают волонтеры, все, будьте любезны. Все, вот я ему это огласил, в двух экземплярах, один экземпляр дал вот этому грозу, который я ему сказал, вот здесь пиши, что ты принял свою роспись числостая, чтобы не было потом нюансов, а этот я ему отдал туда ему, этот забрали экземпляром. Естественно, мы написали встречные в Генеральную прокуратуру, Главную войну прокурору, Министерство обороны, В.К. Пивныч, что и коллективный рапорт на прокуратуру, и каждый индивидуальный, все эти люди, которые вышли. Оттуда. Вот. Встречался я с министром обороны, был, он приезжал специально по этому делу, заехал на территорию университета этого. Меня тоже подозвали, минут 15 мы с ним беседовали, рассказали вкратце эту ситуацию, вот, на что он сказал, берет все под личный контроль, с того момента такая же тишина, как и до сегодняшнего дня, то есть с какого, с 3-го числа по сегодняшний день, руководства батальона, а нас... Никакой не решили, что с вами не смогли. Не знаю, потому что мы... Да. Единственный один звонок был, один звонок, буквально 3-4, или 4, не столь важный. Звонок прошел, я добился выхода на начальника штаба, нашего батальона, который почему-то начальник штаба сидит в Дисне, когда батальон весь там. Я ему сказал, Юра, пожалуйста, я знаю, у тебя связь есть с высотой, реши, а нам вопрос. А что, вам не ясно, что у вас какая задача? Я говорю, мне ясна эта задача. Вы за эти, сколько тут уже дней прошло, 17, там, 18, вы не предоставили нам ничего. То, что мы попросили в ИСУС. Ничего, вы по всем пунктам ничего не сделали. Но у вас же не указаны сроки, когда вы должны... Если штаба говорит, что якобы вам был дан какой-то приказ, то есть, если приказ дается, он в любом случае регистрируется в штабе... А штаб находится в Дисне, я что-то этого не пойму. Если человек что-то знает, какой приказ... Но это уже прокуратура, что-то. Вот почему мы требовали... А, указали там требования, что расследования по этому всему инциденту, который произошел. Вот. Люди нам звонят, не то, что там просто гражданские, там родственники это благодарят, что мы правильно сделали. Наши же тоже батальоновские, те люди, которые с окружения даже повыходили, они тоже говорят, ты правильно, что Борисович сделал это, вывел остатки, чтобы не было это... Ну, кое-кто, естественно, ходит специально распространять информацию о том, что мы дезертируем там предательство и тому подобное. Но это понятно, кто это говорит. Там мы знаем этих людей, которые очень сильно имели зуб на наших, потому что я считаю, что ПТБ в первой ротации делало больше, чем весь батальон. Это Камбас сам сказал. Да, это его слова были, что... Идетаркова батарея отработала. Завесь батальон. А теперь почему-то мы оказались предателями, как там еще, я не знаю, нас создать, я не обращаю на это внимание. Вот после этого я объяснил эту ситуацию начальнику штаба, говорю, так и так, решайте, принимайте решение, потому что с такой техникой, которая у меня, я не вернусь вообще с таким вооружением, потому что это... Я говорю, приму решение, рапортом напишу опять, что я выдвигаю все-таки все это, цепляю на жесткие сцепки, на все это, я тащу ее к вам в Десну, поставлю возле вашего штаба и делайте с этой техникой что хотите, но чтобы она у меня ездила. А не так, что я одну машину тащу, за ней еще цепляю еще одну, чтобы дотащить. Вот. А то мы на запчасти сбрасываем с деньгами, попоим запчасти. Своими? Своими деньгами. Своими деньгами сейчас уже от нечего делать. Мы начинаем собирать деньги, так вот пройдемся, вот, покупаем то, 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 но пытаемся что-то сделать, потому что мы не сидим сложа руки, пытаемся что-то сделать. Скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшие свои действия? Свои действия? Я не оставлю это, я буду до конца идти. То, что решать этот вопрос, понятно. А вообще вот вы собираетесь возвращаться в зону боевых действий? Мы согласны. На любых условиях, о которых вы сейчас говорите, да? Ну, не с таким командованием, подчеркиваю, не с таким командованием. Будут за наказами, за наказами будут створені умови для виконання цих наказов. Без вопросов, люди будут виконувати всі накази. И когда будут думать про людину, а не про власне посади, ордени и звания, не знаю, как у нас там так популярно кажут, генерали боятся втратить свои погони, когда прийде Путин. И они больше працуют на него, а не на нас, на наш народ. Вони и жадность их межи не имеет. Тобто, это все. Ну, это еще с лета. Чекаем. В Киеве. Сейчас подумаем, что с Борюкором начнется. что у нас таки речи, как там за три години он будет там в Киеве доедет. Там с Гадой, там с Гадой, то есть готовился. Но я, ну, я особенно так же служил в радянской армии. Я понимаю, где наши генерали отримали звание, и кому они этим завдячуют. Знову ж таки. И где они пройшли вербувание, и, ну, цю школу, и при певных обставинах они все отработают. И как можно отримать генеральские звания, там, полковные, там, чи інши, когда армия разваливалась. За что им это все давали? Да это уже не так важно. Не хочу ждать результатов. Не мая. Я не знаю, как. Другое мнение, что-то. Свое мнение я скажу. Я дойду до конца. То есть я вытащу Борисовича, я выведу людей куда как положено. Вот. То есть я это все сделаю. Ну, с армией я прощаюсь. У меня також так же самое. Это, наверное, не моего одного мнения. Под таким командованием я не собираюсь воювать. Есть шляхи борьбе с врагом не в армии за армией. Я желаю, чтобы у нас вибудовалась новая строевая, возможно, все-таки, что новое, прийдет, закрепится за строевыми частинами. Будут научені хлопцы, випускники выходят, сейчас досить непогани, которые хотят присвятить свое життя армии. Но им нужно, чтобы кто-то можно сказать, от народа, помогать им реализовать то, что нужно реализовать. Потому что никому. А будучи військовообязаним, мы не можем этого сделать. Мы связаны по руках. Один раз у наказ и он туда. Теперь расстреляют. Або расстреляют за невиконание так, або так. То есть, сегодня же подводят, вы же понимаете, в Верховной Раде лежат законопроекти. То это при Януковичу такое не было. То есть, то есть, числа по Майдану там приняли эти законы, и сейчас говорят, так, эту Верховную Раду за те, какие законы, так же можно сравнивать до той Верховной Ради, которая принимала эти законы. То это что, против людей это все делается? Ну, так, соответственно, я лично принял решение выходить из армии при первой возможности, но выходить правильно, чтобы не было это так, как дезертирством, или еще какими-то вещами. И продолжать борьбу с тем, и с тем. вопрос, если сейчас те люди, которые, ну, скажем так, лучше других умеют воевать, больше других сердцем болеют за единую Украину, если сейчас вы дойдете в сторону, что может с нами произойти? Ничего, мы им будем допомагать, мы же не не подпорядки, они не подпорядковываются другим наказом, они просто делают то, что считают необходимым. Я, в принципе, человек так, если ты считаешь, что ты делаешь правильно, делай, если ты сомневаешься, не делай, тем более, что ты считаешь, что это неправильно. А у нас, я же рассказываю, что в военно-вторых ты связан, ты понимаешь, что это неправильно, но ты ничего сделать не можешь. Ты даже говорите не можешь, тебе даже не информуют, все засекречено. То есть, что ты чувствуешь, что тебя врагают, страну врагают, и при этом ты не имеешь права ничего говорить. Мы сейчас и то уже много говорим, мы этого не имеем права. Хотя уже всех взорвало, и все люди выходят, все это видят. У нас такое ощущение, как нікому управлять армией. Так, как сейчас масса всяких, интернет, по телевизору это показывают, что происходит в Артемьевске. Масса людей ходит, как безхозные. Кто что хочет, то ты и делаешь. Это так, або ротации выводите по частинах, або как-то их там определить, расширить и строить умовы, а не чтобы они там шатались, и каждый шукал, где там, на скамейце переспать, или под каким-то будинком, или чекать чергу, пока ему там забинтуют. Ну я не знаю, просто дурдом, так что там отбиваются. не, просто случай вспомнила. Говорит, вы все эти буржуйки оставляйте сороковой, вот, выходите. А нас кинули, да, уже вообще полными. И скажите, пожалуйста, ваши ощущения изнутри, как долго все-таки может все это продолжаться? Я все-таки думаю, это максимум еще до червня месяца. Десь, еще одна такая будет кульмінация, тобто, або будет начаток наступу зі сторони Росії, и начнется, будет, хочут, не хочут, но люди заставляют, и будет обведено военный надзвичайный цей стан, но они тоже хитро, как делают, чтобы бизнесмени уже не трогали, они под этот военный стан уже законы подтасовывают, чтобы оставаться при своем и снова благодаря простым людям воювать. Да, все правильно. Это еще больше обурюет людей. Но в любом случае, я не думаю, что у Путина вистачить смелости в друге идти еще дальше. По той причине, что сейчас уже, я смотрю, что военные отказываются идти воювать в Украину, но они не просто отказываются, их командование уже, мабуть, просит про это, потому что там тоже оно позволяет это делать. Потому что если кто-то пробовал отказываться, они бы одного наказали, двое наказали, и они бы пошли. Ну, есть своя процедура. Або так же по наказу, если бы их закритими очами, скинули бы тут, и они бы тут сидели. Но уже военные понимают командование, что это просто вискроет. Тут тоже не понятно, для чего. Не просто завоевать территорию. Тут тоже может партизанская война быть. Наполеон тоже когда-то Россию взял, только чем-то скончилось, мы знаем. А тут для России еще хуже будет. И тому результатов такого нет. В них из середины назревает властная война, с собственным народом. И вот она где-то должна начаться. И это все перейдет на бік России, это моя логическая розвязка. Ну и возможно еще в Криму будет. Деякие военные действия. Ну и все. А в Украине тут все помаленько начнет стабилизоваться. Я хотел бы, чтобы, конечно, так оно пошевелилось. Бо уже и рильный, и все близкие, уже все на нервах. И я думаю, что по людях они за эти месяцы постарели. Просто настоящим патриотом не дали возможности быть патриотом. Охота пропала. Я. Благодаря, коротко, вот так. Просто лезет кто не хочет. Но с другой стороны уже столько крови. Они же не должны быть. Пускай неделю хотя бы покажут правдивую информацию. это все приведет к взрыву певных эмоций позитивных людей. И все-таки я думаю, что на тих выборах люди все-таки понимают. Но есть на это больше больше. Это больше это позитивное понимание, чтобы люди все-таки понимали, кого они выбирают, кому они доверяют управлять страной. Продолжение следует...